Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем с вами исследование первого послания к Тимофею, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем рассматривать вторую главу. В этой главе апостол рассматривает следующие вопросы о молитве с указанием ряда доводов в пользу ее. Это с 1 по 8 стих. Далее о женском одеянии с 9 по 10 стих. О покорности женщин и причинах ее с 11 по 14 стих. Об обетовании относительно чадородия данным женщинам для их ободрения. Стих 15. Это глава небольшая. Итак, первая тема. О молитве с указанием ряда доводов в пользу ее. С 1 по 8 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Здесь мы видим, что порядок христианских молитв точно соответствует синагогальному. Молитвы делятся на прошения, моления и благодарения. Особенно выделяется благодарение, то, что по-еврейски называется тегелим, восхваление или благодарение. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления и благодарения за всех человеков. Оказывается, мы должны молиться не только за тех, которые принадлежат к нашей вере, но и за всех человеков. За царей и за всех начальствующих. Ну, цари в то время, это цезарь, императоры, были очень враждебны по отношению к христианству. И такой из них, как император Нерон, он был вообще символом грядущего антихриста. За царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Что значит, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Какие бы ни были правители, даже тираны, они обязаны следить за порядком в своей стране, и они это делают. То есть поощряют добродетельных и карают преступников. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу», что мы молимся за всех человеков. Четвертый стих. «Который, то есть Спаситель наш и Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Пятый стих. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю вам во Христе, не лгу, учителям язычников вере и истине». То есть поставлен. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». А почему вот это предупреждение «без гнева и сомнения»? Так ведь Павел призывает молиться за всех, не только за наших братьев и сестер, но и за наших гонителей, за царей, правителей и так далее. Как это понять? Послание к римлянам, 12 глава, 19-20 стих, тот же апостол Павел пишет. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отомщение, я вас дам, говорит Господь. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие углия». Что это значит? Когда мы молимся за нечестивцев, если они исправляются под действием призывающей благодати, то наша молитва становится для них благословением. Когда мы молимся за нечестивых, если они становятся еще более нечестивыми, мы как бы собираем горящие угли на их голову. То есть наша любовь к ним свидетельствует о глубине их падения, потому что они не способны даже оценить христианское терпеливое отношение к ним самим. А то, что мы можем и должны молиться за всех, пишет святитель Иоанн Златоуст как раз на первое послание к Тимофею апостола Павла. Он пишет, «Не бойся молиться за язычников, и он, Бог, этого хочет. Бойся только проклинать других, потому что этого он, Бог, не хочет. А если надо намолиться о язычниках, то очевидно и об еретиках, потому что обо всех людях надо намолиться, а не преследовать их». Конец цитаты. Действительно, христианином является только тот, который воспитывает в себе чувства, одинаково хорошо относится ко всем людям разных вер, разных национальностей и разного нравственного состояния, даже разного отношения к нам самим. Поэтому и Христос в Нагорной проповеди говорит «Благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих». Итак, здесь очень важный пятый стих, прочитаю его снова. «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками – человек Христос Иисус». И вот Блаженный Августин по этому поводу пишет, это его работа о Граде Божьем. «Но чтобы в этой вере человек надежнее шел к истине, сама истина, Бог, Сын Божий, восприняв человечество и не утеряв божества, упрочила и утвердила эту самую веру, дабы она была путем человека к Богу, через Бога человека. Он-то и есть посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос». Вот почему он посредник, почему человек и почему путь. Это о Граде Божьем и тоже из этой же работы о Граде Божьем. Августин пишет по этой же теме. «Сей истинный посредник, поскольку он, Христос, приняв образ раба, сделался посредником между Богом и человеками, человек Иисус Христос, хотя в образе Бога и принимает жертву вместе с Отцом, с которым Он, Бог, единый. Однако в образе раба предпочел скорее быть сам жертвою, чем принимать ее, дабы и по этому поводу не подумал кто-нибудь, что жертва приличествует какому-нибудь творению. Таким образом, Он и священник, приносящий жертву, и в то же время Сам приносимая жертва. То есть Христос – посредник в абсолютном значении этого слова. Он ходатай за нас, верующих в Него, и Он умилостивительная жертва. Вот некоторые наши богословы невнимательно читают Писание, и они спрашивают, а кому Он принес жертву? Себе самому, да? Он есть и первосвященник, который приносит жертву. Дева Мария, как мы знаем, она была причастна царского дома и священнического. Ее южница, сородница Елизавета, была из священнического дома. Он, Христос, Сам является жертвой. Он взял на Себя все наши грехи и преступления. И Он вместе с Богом Отцом в Духе Святом принимает эту жертву. Она приносится не какой-либо твари, не дай Бог, кто-то подумает дьяволу, нет. Она приносится Святой Троице. Он жертва, Он приносящий, и Он принимающий среди других лиц Святой Троице. Далее говорится о женском одеянии. Девятый-десятый стих. Я не очень уверен, когда выйдет эта передача, но вот сейчас, когда я делаю этот обзор, на улице 33 градуса тепла. И в такое время не только мужчины, но и женщины задаются вопросом, а как одеваться? Давайте прислушаемся к наставлению апостола Павла. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, в приличном, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». То есть прилично одетые – это не оголенные. Это буквальный смысл. Теперь посмотрим, что пишет святитель Амбросий Медиаланский. В самой молитве нашей скромности весьма похвала. Она также снизкивает большую милость у Бога нашего. Великая добродетель – скромность, которая не заботится о своих правах, ничего себе не захватывает, ничего не присваивает и, собрав свои силы, как бы внутри себя является богатый пред Богом, пред которым нет, собственно, богатых. Ну, в том смысле, что все принадлежит Богу. Скромность же богата, ибо она есть наследие Божие. Павел также научает молиться. Со стыдливостью и скромностью. Он желает, чтобы стыдливость была началом и как бы предтечей всякой молитвы, чтобы молитва наша не была тщеславной, молитвой грешника, но чтобы она, как бы покрытая краской стыда, снискала нам тем больше у Господа милость, чем больше проявить стыдливость при воспоминании о грехе. Здесь Амбросий Меделландский как бы скрывает духовный смысл таких понятий, как стыдливость и скромность. Преподобный Ефрем Сирин пишет, «Но как подобает женам, посвящающим себя благочестию, посредством добрых дел, делами праведности и скромности, должны они достигать чистоты и святости». Путь святости открыт и для мужчин, и для женщин, и для стариков, и даже для детей. Не случайно, что первыми мучениками за Христа стали вифлеемские младенцы. Далее говорится о покорности женщин и причинах ее. Почему женщина должна покоряться мужчине, а не мужчина, например, женщине? Об этом с 11 по 14 стих. «Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Имеется в виду как бы стыдливые безмолвия. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщел, но жена, прельстившись, впала в преступление». Конец цитаты. Первенство Адама в акте творения, а источником скромности женщины, духовный свет погас в этом мире из-за прислушания праматери Евы. Но в еврейском народе было принято, что субботние свечи зажигают женщины или даже девочки, так как через женщину духовный свет погас в этом мире, они должны зажигать этот свет. Еврейский народ изобретает этот обряд, как бы ощущая, что должна появиться та представительница женского пола, от которой этот свет высияет вновь. Для нас это Пресвятая Дева Мария, Матерь нашего спасения, Господа Иисуса Христа. Святитель Амбросий Медиаланский пишет, «Думаю, что слова о том, что иное действие подобает мужчине, а иное – женщине, Павел сказал не столько об одежде, сколько о нравах или об обычаях и делах наших. Посему апостолы говорит то, что ты читаешь почти перед этим местом. Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома, у мужей своих. «И к Тимофею», здесь цитируется Первый Коринфянам, «И к Тимофею, жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвует над мужем. Насколько же отвратительно, когда мужчина совершает женоподобные поступки». То есть мужчина никогда не должен брать на себя женскую роль, поэтому многие отцы церкви очень плохо относились к священнослужителям, которые отращивали волосы. Они совершали как бы женоподобные поступки. Правда, Августин защищает этих людей. Но как защищает? Он говорит, «У нас есть длинноволосые братья, мы не очень понимаем, зачем они это делают, но они очень ревностные в благодати. Мы их все равно любим». То есть мужчина исполняет мужскую роль, женщина – женскую роль, и так они проживают свою жизнь. Мужчина как мужчина, женщина как женщина, ибо нету приложения полов, как нету приложения природы, ангел всегда остается ангелом, человек – человеком, животное – животным. И если делаются попытки приложения природ, смешения полов, это вызов Богу, богохульный и очень агрессивный, почти сатанинский. Далее об обетовании относительно чедородия данным женщинам для их ободрения. То есть апостол Павел сначала как бы ограничил ведь женщин в чем-то, а сейчас надо как-то их подбодрить. 15 стих. Впрочем, спасется через чедородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. В каком смысле женщина спасается через чедородие? Вот буквально позавчера мне сообщил один мой знакомый, брат Владимир, что его жена Екатерина, у нее начались схватки, и она вот должна рожать мальчика. И попросили у меня молитвенной поддержки и совета. И я дал совет, чтобы муж сказал жене, она должна переносить боли, терпеть с мыслью, что она исполняет заповедь Бога. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Потому что, когда человек исполняет заповедь Бога, даже до крови, даже в мучениях, он обретает состояние святости. Об этом и пишет апостол. Впрочем, спасется через чедородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. И женщины обычно, когда они рожают детей, они могут сразу увидеть их будущее. потому что именно в пророческом озарении роженицы, когда рожают, они могут давать имена детям. И в Библии мы видим, что такие имена, особенно в книге Бытия, это были пророческие характеристики для рождаемых. «Когда я был маленьким, моя мама, которая очень рано умерла, она мне говорила, что она видела, как во сне я входил в царские врата. Не я и не она мы не понимали тогда значения этих ее снов, которые были связаны с периодом рождения. И она даже считала, что, может быть, это плохо, потому что чаще в то время люди приходили в церковь, когда кого-то отпевали, прощались с усопшими. И ее не стало, но когда я вырос, я стал понимать, кто входит в царские врата. я понял, что для нее что-то было приоткрыто, и это происходит с каждой женщиной, это не зависит от ее каких-то там особых качеств, просто когда она осознает, что это воля Бога плодиться и размножаться, и за исполнение этой заповеди она готова терпеть, страдать, мучиться и проливать кровь, это состояние святости. Так же и мученики, они проливают кровь за веру в единого Бога, исполняя заповедь, да не будет у тебя других богов пред лицем моим, а женщина проливает кровь, и эта кровь такая же славная, как кровь мученика, за заповедь, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И вот в этом контексте давайте опять пересчитаем эти слова. Впрочем, спасется через чедородие, если пребудет в вере и любви и святости с целомутрием. Итак, сегодня мы сделали обзор второй главы первого послания к Тимофею, первого Верховного апостола Павла. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать третью главу этого же послания. Подписывайтесь на библейский портал Акзагет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя и своих детей. отец. Продолжение следует...